Какое событие можно смело назвать самым главным в школьной жизни? Конечно, выпускной вечер. Каждая школьница в этот день мечтает выглядеть лучше всех. Десятки перемиренных платьев, сотни вариантов макияжа и прически. И это лишь малая часть подготовительного процесса. Как и за какую сумму можно достойно собраться на торжественные события, расскажем прямо сейчас. Этот выпускной для Дарьи Шаховой первый. В девятом классе попасть на торжество не удалось. Зато в одиннадцатом она решила компенсировать его в двойном размере. Сборы в перерывах между подготовкой к ЕГЭ начались еще пару месяцев назад. Тогда же впервые встал вопрос о выборе платья. Четкого представления того самого наряда не было, определилась на месте. Душа легла к бордовому длиною в пол с открытой спиной. Показать нам свою красоту девушка не смогла. Наряд находился в Сургуте в швейной мастерской. Его нужно было немного подкорректировать. Зато с удовольствием показала другое, второе вечернее платье, которое купила специально для продолжения торжества в кафе. Говорит, оно намного удобнее как раз для таких посиделок. Знакомые предыдущих лет говорят, что в длинном платье, в котором ты идешь на официальное мероприятие, в котором неудобно в кафе. Поэтому сейчас все мои одноклассницы, в том числе и я, покупают более удобный наряд для кафе. Поэтому я выбрала такое платье, в котором мне будет удобно. Все-таки мы там будем танцевать. И я устану после торжественной части на каблуках и в таком моем официальном платье. Поэтому я выбрала такое, в котором мне будет удобно, но которое мне нравится не меньше. Цвет мне этот более привычен, чем бордовый. Поэтому все, что могу сказать о нем. В целом родители Дарьи потратили на выпускной вечер около 60 тысяч. 40 из них ушло на два вечерних платья и туфли. Прическа, маникюр и макияж обойдутся примерно в 10 тысяч. Столько же заплатили за продолжение торжества в кафе. Общая сумма затрат равна двум средним зарплатам за два месяца. Такие деньги за итоговое школьное мероприятие своего ребенка готовы отдать не все лангипастцы. Не знаю даже. А на что бы вы потратили деньги? Смотря какие деньги. Я даже не знаю, наверное, по необходимости. А на что бы вы потратили? Сколько потребуется. Вы знаете, у меня Чудо-Покусково очень далеко. Я пока не думала об этом. Я не знаю. А на что бы вы деньги потратили? Ну, через Возилово куда-нибудь? На море. Мы даже не знаем. Вот, наверное, где-то... А, школьную форму купили мы в Сургуте. А сейчас я не помню уже. Потом фарту купили, туфельки. Наверное, где-то 10-15 тысяч. Если в школе, то можно побольше. Если в садике, то поменьше. А на что бы вы потратили? Ну, скорее всего, на организацию и на наряд. В школе? Ну, тысяч пять, наверное, не больше. А на что бы вы потратили? Пять тысяч. Платье выпускное. А это уже сколько нужно, столько. А на что бы вы потратили? Нет. Мы только еще в первый класс пойдем в этом году. Поэтому там уже расценки через 10 лет, наверное, будут. Сколько скажут, только дадим. Не жалко. В среднем выпускной 2017 обошел с родителем лунгипасских школьников от 40 до 70 тысяч рублей. Средняя стоимость вечернего платья, а то и сразу двух, равна 20-35 тысячам. Услуги парикмахера в салоне стоят от трех, в зависимости от длины и густоты волос и сложности прически. Профессиональный визажист возьмет от двух с половиной. Наращивание ногтей и маникюр обойдется не менее, чем в две тысячи рублей. Любовь Шитова, Андрей Бучинский. Специально для новостей. И нечастливо, да, и нечастливо.